Движение с отставанием И смешно и страшновато на дороге гололёд, верно. Ребята, будьте особенно внимательными при гололёде, переходя дорогу. Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через улицу. На гололёде автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Тормозной путь машины на обледенившей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и мокром асфальте. А как вы думаете, какое безопасное расстояние должно быть между автомобилями в гололёд? Безопасное расстояние между двумя автомобилями в гололёд высчитывают по правилу. Скорость машины умножается на 2, и получается дистанция в метрах. Например, для скорости 50 км в час хорошая дистанция 100 метров. Безопасная дистанция будет 150 метров. Давайте вспомним, что означают эти формулы. Верно. Чтобы найти расстояние, надо скорость умножить на время. Чтобы найти скорость, надо расстояние разделить на время. И чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость. Решим задачу. Из одного населённого пункта одновременно в одном направлении выехали легковая машина со скоростью 75 км в час и автобус со скоростью 50 км в час. Какое же расстояние будет между ними через 3 часа? Краткую запись задачи выполни в виде чертежа. Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? Верно. Нельзя. Эту задачу, ребята, можно решить двумя способами. Первый способ. Сначала найдём расстояние автобуса. Вспомним формулу нахождения расстояния. Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. Вторым действием находим расстояние легковой машины и затем вычисляем расстояние между ними. 50 умножить на 3 равно 150 км. Расстояние проехал автобус. 75 умножить на 3 – 225 км. Этот путь проехала легковая машина. И 225 минус 150 равно 75 км. Это расстояние между машинами. Второй способ решения задачи более короткий, в два действия. Как ты заметил, скорость автобуса ниже, чем скорость легковой машины. И автобус будет отставать движений. Такой вид движений называется движение с отставанием. Когда скорость первого транспорта меньше, чем скорость второго, и расстояние между объектами будет увеличиваться, находим скорость удаления по формуле разности скоростей. Используя эту формулу, находим скорость удаления. А затем расстояние между транспортами. Второй способ. 75 минус 50 равно 25 км в час. Это скорость удаления автомобилей. Второе действие. 25 умножить на 3 равно 75 км. Это расстояние между машинами через 3 часа. Запомни. Чтобы найти скорость удаления, то есть отставания, надо вычислить разность скоростей. Решим еще одну задачу. Из одного населенного пункта одновременно выехали в одном направлении легковая машина и автобус. Автобус двигался со скоростью 70 км в час, а легковая машина двигалась быстрее, и через 3 часа опередила автобус на 60 км. С какой скоростью она двигалась. Также краткую запись задачи выполнили в виде чертежа. Эту задачу также можно решить двумя способами. Первый способ. Находим расстояние автобуса. 70 умножить на 3 равно 210 км. Находим расстояние легковой машины. Складываем 210 плюс 60 равно 270 км. И находим скорость легковой машины. Надо 270 разделить на 3 равно 90 км в час. Второй способ. 60 делим на 3. 20 км в час – это скорость удаления. И скорость легковой машины 70 плюс 20 равно 90 км в час. Записываем ответ. Легковая машина двигалась со скоростью 90 км в час. Попробуем решить еще одну задачу. Из одного населенного пункта выехали в одном направлении два велосипедиста со скоростью 16 км в час и 25 км в час, какое расстояние будет между ними через 4 часа. Краткую запись запиши в виде чертежа. Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? Нет. Эту задачу можно решить двумя способами. Первый способ. Сначала найди расстояние первого велосипедиста. Для этого используй формулу, чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. Вторым действием находишь расстояние второго велосипедиста. И затем вычисляем расстояние между ними. Второй способ решения задачи. Когда скорость первого транспорта меньше, чем скорость второго, расстояние между объектами будет увеличиваться. Находим скорость удаления по формуле. Скорость удаления равна разности скоростей. Используя эту формулу, находим скорость удаления, а затем расстояние между транспортами. 25 минус 16 равно 9 км в час. И 9 умножить на 4 равно 36 км. Записываешь ответ. 36 км расстояние между велосипедистами. А теперь давай закрепим наши знания. С каким видом решения задачи на движении познакомились? Запомнили формулу нахождения скорости удаления? Вспомни и запомни. Когда скорость первого транспорта меньше, чем скорость второго транспорта, и расстояние между объектом будет увеличиваться, находи скорость удаления по формуле. Скорость удаления равна разности скоростей первого и второго транспорта. Чтобы найти скорость удаления, надо вычислить разность скоростей. Такой вид движения называется движение с отставанием. Самостоятельно реши задачу номер 9 на странице 34 Молодцы, ребята! Вот и подошел к концу наш урок Сегодня на уроке мы познакомимся с решением задач на движение Движение с отставанием и находить скорость удаления Я очень надеюсь, что наша встреча была полезной для вас И знания на расчет пути, времени и скорости пригодятся тебе в жизни А как вы усвоили урок, мы сейчас проверим Для самооценки выберите соответствующий вам цвет светофора Я очень надеюсь, что вы выбрали зеленый Всем было все понятно и интересно